Недостроена Герцена. Жизнь в кирпичной 12-этажке должна была кипеть с 2009 года. Но и спустя 10 лет вместо дома лишь каркас. Законные квадратные метры не получили почти две сотни семей. Многие за квартиры, в которых не живут, до сих пор платят ипотеку. Заложниками ситуации стали дольщики 28 проблемных домов. По 9 есть четкий план по срокам. Другие 19 многоэтажек сейчас в разработке регионального Минстроя. Работа с дольщиками индивидуальная. Есть моменты по оформлению земли, по передачу земли. Есть судебные вопросы. Есть понимание того, когда будет проведен совет кредиторов после утверждения его реестра. И исходя из этих действий, которые пошагово указаны в так называемом плане дома, паспорте, мы будем действовать. Оказывается, действие каждым дольщикам. Приоритет в опросе дольщиков сейчас отдаётся надёжным застройщикам, которые уже много лет возводят в регионе дома. Специалисты говорят, сейчас это единственно верный способ обеспечить людей квартирами. Аренду земли, на которых стоят недострои, проверенным инвесторам снижают. Значительно упрощается и процедура ввода объекта. Дома бесплатно подключают к теплу, воде и электричеству. Вот только, несмотря на все усилия регионального правительства, к открытому диалогу готовы не все дольщики. Многие предпочитают кричать о проблемах на улицах во время митингов, вместо того, чтобы сесть за стол переговоров. На встречах, я полагаю, тоже есть необходимость побывать и попытаться найти какие-то выходы из ситуации. Каждый объект требует внимания отдельного. И если это будет происходить так, как сейчас происходит, то есть на встрече, когда мы обсуждаем конкретную проблему, конкретные принимаемые решения по определённому вопросу, то, конечно, эффективность будет возрастать в решении проблем. Ждут в регионе сейчас и поддержку из федерального центра. Губернатор Александр Бурков ещё в прошлом году обозначил проблему дольщиков на самом высоком уровне. Не только в Омской, в многих других областях есть свои недострои. Инициативу Буркова одобрили. Известна и сумма на всю страну. Выделят 5 миллиардов рублей. Сейчас решается, куда направят средства в первую очередь.